Всем привет! Давайте попробуем сыграть Tradesman Deal to Dealer. Продолжение, вторая серия. Набралось достаточное количество лайков, чтобы я попробовал сделать продолжение. Мы сейчас находимся в поселении Бомжево. Тут у нас есть эти слои. Оказывается, тут разные сложности тропинок имеются. И можно вот смотреть по товарам, на что спрос, на что предложение. Нам нужно добраться до Петушарова в данный момент. Попробуем в Лесопильск отправиться. Доберемся мы в целости и сохранности или нет. Вроде бы крестьяне нам не должны препятствий составить. Ну, вроде справляемся. Забираем тут все. Идем дальше. У нас квесты есть. Это три квеста. Брат за брата. Суповой набор. Перевести Дун-Дун из Петушарова в Домодедова. Варвар и Принцесса. Тоже надо будет найти эту таинственную принцессу. Что мы здесь можем купить? Доски продает. У нас есть доски, мед и зерно. Вот как раз мы в Петушарова отправляемся. Я думаю, зерно там по хорошей цене продадим. Здесь у нас кто из наемников доступен? Слепошара нанять? Есть ли смысл? Он обычный? А, нет, он редкий. Его я нанимать не могу. Могу попробовать лучницу нанять. Дровосеркер. Как берсеркер, только дровосеркер. Лучницу, наверное, смысла нет пока. Ладно, отправляемся в Петушарова тогда. За курочкой, за цыпочкой. Так как у противников все кабаны, они получают баф. Я так понял. Этих мы победили. Тут у нас... Что это такое? Приветствую, странник. Кто ты такой? Всего лишь тот, кто ищет верной службы за достойную плату. Или, другими словами, я продаю свои навыки за сытную жизнь. Еще один арбалетчик. Да? У меня есть лучница. Выгодно иметь больше стражников. Я смотрю здесь, что у них есть вот эта вот пассивка, вот эта. Нанять 120 монеток он стоит. Что по характеристикам у нас? 1,12, 1,12. 75 здоровья. У арбалетчика 80. Урон в секунду 9,4. Но лучницы меньше. Урона в секунду. Критический шанс у арбалетчика. Выше. Сила крита у арбалетчика выше. Зато тут стрельба с двух рук шансом поражает вторую цель, если это возможно. Я, наверное, куплю нового. Блин, у меня тут свиток мощи, конечно, есть. Я хочу арбалетчика еще одного. Раз появилась такая возможность, пускай будет два арбалетчика. Вперед, идем дальше. Отлично. Побеждаем. Забираем товары. Идем дальше. Сейчас нам нужно курочку взять. Поторговать. Ну вот зерно можем продать. Продаем. Получаем немножко опыта. Где наша цыпа? А, она уже здесь. Блин. Она уже у нас в повозке. Тогда мы сейчас переночуем здесь и надо в Домодедово отправляться. Получается, что я зря сюда пришел, в Петушарова. Надо снова идти в Лесопильск. Ну, ладно. Потеряем, наверное, ресурсы. Ничего себе. Три ресурса потеряли. Котика погладить можем? Нет. Жаль. Один вообще мощность силы врагов. Ну, так мы с легкостью пройдем. О, за нами котик увязался. О, елки. Я не могу даже способности не успеваю применить. За нами котик увязался. Хорошо. Ты кто такой? Нурлан дерзкий. Э, ты. Да, ты. Как дела? С тобой Нурлан говорит. Ты что грубишь? Драться давай, силами мериться. Молча пройти мимо и не разговаривать. Я? Да, ты силами мериться будешь? До крови, до смерти. Все честно. Ты один пришел, мы тоже одни пришли. Буду, но не до крови, до смерти. Ай да. Ну, капец. Вот это я ввязался, конечно. Я не рассчитывал. Драку вступать. Ну, вот, проиграл. Смириться. Вот и проиграл. Давайте сделаем круг вот так. Пойдем посмотрим, что там в руинах. Я думаю, здесь противники не такие прям мощные будут. Идем дальше. Да, противники слабенькие. Если у нас нет товаров, то... Вообще, с легкостью можно тут бродить. Собирать разные предметы. Что у нас? По зверям урон. Что у нас здесь? Руины. Бронан. Обожаю такую яростную погоду. Ты про тепло, опасный человек. Ты на этой телеге сюда приехал. Я совсем не опасный. Во мне бушует радость. Да, про тепло. Теперь я свободен. От чего свободен? От всего. Хожу, где хочу. Ем, что хочу. Даже сладкое. Там, откуда я родом, холодно. А я не люблю холод. А из сладкого только желтый снег. Ммм, я тоже люблю сладкое. Ты на этой телеге сюда? Ну ладно. Окей. Давайте про телегу спросим. На какой телеге? А, это не телега. Это мой рюкзак для еды. Не возражаешь, если я посмотрю? Смотри сколько хочешь, но я уже все съел. Мне эта телега не нужна. Хорошо. Можем починить ее теории. Опа. А вы кто, ребята? Нужны наемники? А вот мы можем здесь вербовать кабанов и кабан и кабанище. 80 стоит наим кабана. Нужен транспорт. Ага, можем поменять транспорт. Хорошо, интересная локация. Надо иметь в виду. Идем в Лесничкино. Пройдемся, посмотрим, что там. Проведем такую разведку. Погуляем по карте. Раз тут сила противников небольшая. Можем себе позволить. Тем более нас сопровождает этот котик. С ним веселее. Мне бы вот этого лесоруба поменять. Было бы классно. На кого-нибудь другого. Например, стражника еще одного найти. Хочешь поторговать? Овцан 17. Мясо, кирки. Ого. Зерно тут дорогое. Зерно тут дорогое. Волчара. Нужен транспорт. Редкий. И можно волков нанимать. Он у нас необычный. Здесь ничего нет? Нет. Пойдем, котик. Поторговать может быть? Редкий. Вот, куплю, наверное. А, могу пять мешков купить. Собираюсь ли я проигрывать? Вопрос. Попробую купить пять мешков. Насколько усилится у нас карта? Троечка. Ну, довольно-таки, да. Довольно-таки хорошо усилилась. Ладно, попробуем так. Ого. Урон какой у лесорубов. Ничего себе. Похилиться, наверное. Давайте накормим. Арбалетчик она, похоже. Лучше накормить. Покушай. Лесоруба тоже, наверное, накормим. Хотя, с другой стороны, не думаю, что тут противники такие прям мощные. Три на три, по сути. Если по воинам считать. А так у нас еще кони есть. И наш персонаж. Итак, что у нас здесь? Тоже у нас тут лагерь. Стражников, похоже. Низкая цена. Зерно мы здесь не продадим. Нужны наемники. Стражник-защитник. О! Вот этого мы наймем. Как раз вместо лесоруба. С шансом 40% принимает удар по союзнику на себя. Дополнительное здоровье. Отлично. У нас появилось больше стражников. Вот так вот сделаем. Четыре стражника у нас имеется. Все, здесь ничего интересного. Торговать мы тоже тогда не будем здесь. Просто идем на разведку. Желательно нам бы... Тут слепошарова. Нам бы все-таки в петушарова попасть, чтобы продать... зерно, которое мы купили. Тут тупик. Попробую продвинуться к петушарова. Надо избавиться от зерна. Заблочим эту лучницу. Она тут самая опасная у них. Все, хорошо, идем дальше. Елки-палки, мощные противники. Принимает на себя удары. В целом, справляемся. Хорошо, отлично. Хорошо, кстати, справились. Замена лесоруба помогает. Что у нас тут? Ну да, тут у нас... Ничего новенького, по сути. Доски. Все, отправляемся дальше. Давайте в петушарова забежим. Тут, я думаю, проблем быть не должно. Стоять дальше пути нет. Готовься к битве, отряд. По-хорошему, за эту серию надо постараться посетить как можно больше поселений. Ловушки. Сейчас, наверное, отсюда выскочат противники. Кто-то бросил свою телегу, а ящики оставил. Странно, не думаю. Не будем рисковать. А то выскочит кто-нибудь. О, олень какой-то. Много урона получил наш копейщик. Но в целом мы побеждаем. Очень много еды у нас уже накопилось. Это хорошо. Сейчас надо продать зерно. О, отлично. И репутация выросла. Замечательно. Куда мы можем отсюда пойти? Можем пройтись к Старожевску и потом в Пчеловодск зайти. Мы в Пчеловодске не были еще. В Обреченск нам нельзя. Давайте заскочим в Пчеловодск. Посмотрим, что там. Ага, тут у нас противники мощные. Минус арбалетчики у противников. Хорошо. Трое противников снова. Попытаемся быстренько разобраться с вражеским арбалетчиком. Все. Отлично. Получаем ресурсы. Сейчас в дальнейшем будут противники мощнее попадаться. Кто у нас тут? Арбалетчик и копейщик. Мед. О, доски им продадим. Хорошо. Рыбку они не хотят. Ну ладно. Здесь ничего интересного. Тройка. Надо подождать. Переждать ночь. Чтобы более безопасно пройти дальше. А потеряем ресурсы. Ничего страшного. На удивление не потеряли ресурсы. Идем в Пчеловодск. Посмотрим, что это за поселение. И прочные лесорубы попались. На удивление. Снова это телега. Мы легко отделались в первой битве. Попробуем открыть ящик. Естественно, на нас нападают. Но мы здесь, похоже, что не выиграем. Да? Или выиграем? Ну, на удивление побеждаем. Дают нам дополнительное золото. А, еще одни противники. Ладно. Пойдет. Терпимо. Наши стражники довольно-таки сильные. Итак, что у нас тут в Пчеловодске? Мед, мед. Мед, по-моему, можно продать прямо в соседнем поселении. Ты любишь пчел? А мед? Может, ты сам пчела? Да шучу я. Я тутошний пчеловод. Пчеловоды такие юмористы. И как тут у вас дела? Почти идеально. Добываем мед. Продаем мед. Делаем медовуху. Пьем медовуху. Но по ночам всякие бездельники воруют наших пчел. Представляешь? Пчел. А как же охрана? А нет ее. Ну, почти. Мы сами охрана. Работаем днем, ночью сторожим. Но спать-то хочется. Наймите кого-нибудь. Пойдешь к нам, ночным охранникам? Платим медом и медовухой. А еще даем ростовой костюм медведя. Нет, спасибо. Почему нет, спасибо? Я бы согласился. Вот именно. Сложно найти стражника, который будет рад медовухе. И только медовухе. В качестве оплаты. Справедливо. Но удачи в поисках. Пчелки, надеюсь, нас не ужалят. Они тут заняты своими делами. Пчелиными. На нас внимания не обращают. У нас по карте, по-моему, в Старожевске... А, нет. Спрос на мед. У нас в другом месте был. Предложение. Тут медовуха нужна. Странно. Я думал, где-то поблизости есть спрос на мед. Но похоже, что спрос на мед очень далеко. Тут только медовуха. Где мы еще не были? Слепошарова не были. В Шахтерске не были. Здесь тогда что можно? Можно вот эту муку купить. Вот здесь спрос на медовуху. Опасность дороги плюс один. Варвары принцессы. Суповой набор. Блин. Надо в Домодедово привезти эту... Курицу. Человеческий нужен работник. Готовый трудиться за еду. Может поискать такого? Брат за брата. Поищем кого-нибудь. Так, куда отправимся-то? Нам нужно в Домодедово. Ну, пройдем через Старожевск тогда. Быстренько. Тут, я думаю, проблем особых не должно быть. Три арбалетчика. Ничего себе. Ого. Снова тот, с кем мы не справимся. Молча пройти мимо. Пока что так. Здесь у нас что? Минус вражеский арбалетчик. Хорошо. Берем товары. У нас уже два зерна есть. Это радует. Вам что-нибудь нужно из моих товаров? Вот. Получаем левел. Тут есть мед. Покупать, наверное, ничего не будем. Сейчас ночь. Может рискнем в Патушарова пойти ночью. Попробуем. У нас вроде ребята неплохие. Стражники. Непростые ребята. Ого. Много получил урона. Наш танк. Так, ну с тобой мы связываться точно не будем. Разбирайтесь сами. Копейщик. Лучница. Я думаю, есть смысл накормить нашего танка. Все. Сейчас мы точно справимся. Главное лучницу выбить в самом начале. Все хорошо. Хорошо. Немного еды получаем. Здесь надо бы продать зерно. Еще зарабатываем немножко золота. Кстати, я же прокачался. Лидерство. Плотничество. Боевая подготовка. Первый выстрел торговца по противнику с полным здоровьем наносит на 50% больше базового урона. Увеличение урона торговца. Кулинария. Выживание. Красноречие. Тактика. Место защиты. Говори громче. К шансу выполнения наемниками приказ атаковать. Позволяет вербовать редких наемников. Вот что мне нужно. Изучаем. Сможем вербовать редких наемников. Хорошо. Можно пойти чисто в силу наемников. Хотел бы еще ради интереса в зверологию пойти. Было бы интересно. Попробуем вот тут тоже. Прокачать до максимума в будущем. Так, что у нас по способностям. Изучить, изучить. Приказать своему наемнику принимать удары на себя. Дарует ему перехват до конца битвы. Излечивает наемника. Шанс перехвата 60%. Призывает в начале боя манекен, принимающий на себя удары. О, вот это прикольная вещь. А вот он, манекен. Блин. Ладно. Я могу вот эту штуку, да? Нет, тоже не могу. А, это пассивка, значит. Ладно. Здесь все тогда. У нас рыбка осталась. Рыбу вообще-то можно тоже продать. Не вижу в ней никакого смысла. Ее таскать с собой. Вот, уменьшилась сила противников. Идем, короче, в Домодедово. Надо выполнить уже этот квест с курочкой. Идем дальше. Пока что без особых проблем. Так, этого мы проходим мимо. В общем, тройку мы проходим в большинстве случаев. Двойку мы легко проходим. Единичку подавно. Так, тут есть доски. В больших количествах. Но нам нужно в Домодедово сейчас зайти. Готовься к бою, отряд. Довезем нашу курочку. Выполним квест. И будем уже другие пытаться квест выполнить. Когда-нибудь, может, мы и этого сможем победить. Разбирайтесь сами. С текущими стражниками, я думаю, вот этих ребят побеждать особенных не получится. Надо каких-нибудь эпических иметь. Стражников. Ого, сколько досок. Нашли. А тут неплохо. Я пока поброжу тут, пока ты не построишь мне жилище. Ты же построишь? Ну, я пока не занят. Ничего, я терпеливая. Хорошо. Жилище построить. А где, в смысле? Где я тебе жилище построю? Ничего не будем сюда складывать. Так, квест выполнен. Теперь у нас... Странно. Я вроде ее довез, но квест не засчитался, да? Идем, короче, тогда... Вот сюда, в Шахтерство, наверное, сходим. Еще бы в Слепошарово сходить. В Лесопильск вперед. Так. Потихоньку-потихоньку золото зарабатываем на вот таких битвах. Простых. Стая. Птица пролетает. Так, у нас тут еще зерно. Появилась. Можем еще досок купить. А куда мы их продадим в случае чего? А вот предложение. В Бомжево есть предложение досок. Давайте. Купим. Насколько усилилась двойка. Можно еще купить. Двойка. Я правильно понял, что доски там бомжево. А блин, предложение. Ё-моё. Эх. Вот тут спрос на доски. Раз такой там спрос на доски, тогда отправлюсь продавать туда эти доски. Вперед в Петушарово и в Старожевск вот сюда будем продавать. Обязательно доберемся до Шахтерска. Прям 100% доберемся. Когда-нибудь. Ого, противники, да, серьезные. Из-за того, что у нас много досок. Они очень сильные. Вот именно вот эти лесорубы. Придется еду использовать. А, ну тут кабаны. Кабаны вроде не такие прям серьезные ребята. Так, при прочтении повышает уровень наемника необычного. Не будем пока тратиться на это дело. Но накормить я, наверное, накормлю стражника. На всякий пожарный. Мало ли какие-то кабаны сильные. Ну, прочные ребята. Не так-то просто их победить все равно. Но в конечном итоге побеждаем. Одна еда выпала. Здесь мы продадим зерно. Привет, путник. Пришел послушать историю. А есть что рассказать? А то. Вот самая свежая история. Недавно произошла. Поселился у нас недавно оборотень. Да ну. И где он? Покажи. Да ушел куда-то. Курица такая сильно разговорчивая. Недавно видел вещи собирала свои. Я еще подумал, какие у тебя вещи. Ты же курица. Ха-ха. Понятненько. Если еще захочешь историй, заходи. Я тебе опять про оборотня расскажу. Курица оборотень. Продаем здесь зерно. Здесь ничего не появилось интересного. Вот ты, рыжая девочка. Я же вроде не тебя ищу. Наверное, нет. Ох, если я сейчас заночую, мне кажется, у меня столько украдут досок. Надо выставлять охрану. Тратить на это золото. Тратить на это золото. Заодно проверим шансы. У меня почти четвертый уровень, я думаю, будет. Если я продам все доски. Попробуем вот так вот. Повезло. Идем в Старожевск. А противники слабенькие. Ого, слабенькие. Они сейчас арбалетчиком его вынесут. Да, слишком много досок я загрузил. Противники даже крестьяне очень сильные стали. Обалдеть. Практически минус арбалетчик. Ну, раз мы стали такими... Богатыми, да, я надеюсь, можно будет... Кто съел? Кого я накормил? Можно позволить себе покушать иногда. Давайте арбалетчика в первую очередь постараемся вынести. Три кровотечения на противниках. А, ну кровотечения проходят, да, со временем. Ой-ой-ой. Какие сильные противники. Но зато мы добрались. Получаем снова еду. Хорошо. И сейчас посмотрим, сколько удастся нам заработать на этом всем деле. С пачки одной двадцатку я зарабатываю. Двадцать, 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 восемьдесят. Ну и тут копейки. Самое главное, опыт. Опа, все, да. Получается... Да, тут оказывается есть вот эта заполняемая шкала, да, ресурсов. Я только одну пачку продал. Ага. Где еще доски могут понадобиться кому-нибудь? Кому впарить еще доски? А, никуда. Идем в Петушарова тогда. Враги сейчас чуть-чуть послабей будут. Чем до момента, когда я продал ту пачку. Поэтому должны мы в целом справиться. Подзаработаем немножко голдишко. Все-таки надо добраться до шахтерска. В идеале. Может там им доски понадобятся? Шахты-то. Довольно-таки много еды уже накопилось. Надо переночевать. Сейчас все золото, которое заработал, потратил на охрану. Ладно, идем в Лесопильск. Авантюра моя не прокатила. С покупкой большого количества ресурсов за один раз. Оказывается, это так не работает. Кто бы мог подумать. Проходим мимо. Проходим мимо. И три крестьянина с курицами. Окей, хорошо, побеждаем. Две рыбы еще нашли. Здесь нам ничего не нужно. Идем в Бомжево. И в Шахтерск бы попасть. Правда, там сложно будет. Но попробуем. Окей, хорошо. Идем дальше. Снова крестьяне попадаются. Нашего танка почти убили. Победили. Нормально, пойдет. Что у нас здесь интересного? Спроса нет. Ну, давай тебе, может, рыбу продадим. Или не стоит. Здесь ничего. Здесь тоже нет. Все-таки рыбу продам. Возможно, даже доски придется продать. Потому что я в Шахтерск, скорее всего, не попаду. С таким количеством досок. Так. Снова тогда оставим. Огромное количество охраны. У нас все равно стащили доски. Ну, ладно. Пойдет. Три с плюсом. Опасность дороги. Так, три с плюсом. Ну, идем в Шахтерск. Пробуем. Три с плюсом. Волки. У меня тут были свитки. С базовым уроном по зверям. Прочитали. Не знаю, покормить. Ребят или нет. Ну, давайте попробуем. Не знаю даже. 120 здоровья. 10 урона в секунду. 152. 5 урона в секунду. 72. Ну, рискнем. Должны мы побеждать, я думаю. Главное этих победить. Потом захилимся. Если что. Победили. Идем дальше. Много, правда, урона получаем. Ловушки. Молча пройти мимо. Кто у нас здесь? Крестьяне. Но я все равно захилюсь. Не хочу рисковать. Тебя захилим. Тебя захилим. Тебя захилим. Заходим мы в шахтерск. Тобачка. Волкодав. Ты не волк. Можешь проходить. Ты кто? Я волкодав. Сразу непонятно, что ли? Ах, какой же ты волкодав. Одноразовый? Не я себе имя выбрал. Но раз назвали, значит волкодав. Почему одноразовый? Ну, волк тобой подавится. Ну и все. Ммм. Немного обидно. Вот-вот. Что у нас тут еще есть? Ох, ах, ух. Потрепанный стражник. Что случилось? Переел? Если бы я мог, еда из всех дырок лезет. Меня бандиты ранили во время патрулирования. Гонит он. Его большинок подрал, когда он за сокровищами спрятанными ходил ночью. Ты сам посмотри. Его что, одновременно четырьмя кинжалами полоснули? Ха. Куда ходил? В Заброшенск. Он теперь так называется. Там. Пацан, ты нам мешаешь. Добрый торговец, я тут не выживу. Отвези меня в Старожевск-3. Там ребята меня подлатают. Думаю, я могу тебя подвезти. Сочтемся. Залезай. Здорово, дядя. Приехал посмотреть на скалы или проездом тут. Да так, по делам. Это здорово. У меня тоже полно дел. Собираю всякие травы и грибы недалеко от деревни. Далеко тут не отойти. Опасно. А если в горы идти, так вообще. Недавно тут стражника подрали. Ну, ты это знаешь. Каждую неделю кто-нибудь да и приходит сюда. Весь в грязи. Кто-то с кишками на плечах. Жуть какая. А зато живые. Справедливо. Торговать. Блин, им не нужны доски. Жаль. Кто-то нам скажешь. Если копать, то только вниз. Потом чуть-чуть вбок. А потом снова вниз. Если не боишься темноты. Я не боюсь. Копатель Гимли. Расскажи больше о себе. Профессиональные копатели, такие как я, не заводят семью. Ты хочешь спросить почему? Потому что мы много работаем. И когда нас не станет, что все достанется кому-то другому? Вопрос. Короче, я не в той интонации прочитал. Я думаю, в этом и суть семьи. Нет, подумай. Вот ты работаешь, работаешь, а потом бац, и все твое стало чьим-то. Я так не хочу. Я заберу все с собой. Вот и я говорю. Я тебя понимаю. Если копать, то только вниз. Потом... Так, ну окей, ладно. Повтор. Кто у нас тут? Найм есть. Хмурый шахтер. 100 здоровья. 6 урона в секунду. Наносит на 30% больше базового урона всем, кто не является простолюдином. Кроме зверей, с них спроса нет. Дополнительный урон в начале боя, если в отряде как минимум 2 простолюдина. Ну ладно. Путешествие в Шахтерск особо нам ничего не дало. Осталось посетить Слепошарова. Ну что ж, берем наши доски и идем дальше. Хотя выгоднее было, наверное, все-таки их продать. Да, я могу не победить. В этой битве. О, жесть. Ну, потеряем ресурсы, ладно. Смириться. Ладно, продадим ресурсы. Смысла их таскать с собой нет. В огромный минус улетаю. К сожалению. Все равно 30 с плюсом. Палки-палки. Получаем уровень. Вот двоечка. Надо в Слепошарова попасть обязательно. Да, противники стали намного слабее. Торговец. Один и второй. Торговать. Ограбить можно было. Я бы очень, очень бы расстроился, если бы у него спрос был на доски. Я прям очень расстроился. Но у него нет спроса на доски. Поэтому идем со спокойной душой дальше. Окей. Сразу же. Да можно и ночью пойти. Нам нужно как можно быстрее добраться в Слепошарова. Посмотреть, что там вообще. Даже несмотря на то, что мы не особо хорошо торгуем в целом. У нас довольно-таки много золота получается заработать, просто вот побеждая противников таких легких. Торожевск 3. А мне не сюда нужно в случае? Ого. Противники. Серьезные. Но мы серьезней. Хорошо. Проходим дальше. Слепошарова, мы уже рядом. Рыбка. Ох, спасибо тебе, торговец. Помер бы я там. А тут мои ребята меня скоро на ноги поставят. Я тебе так скажу. Только ты никому. Про сокровища. Там только слухи ходят. Я, как и многие, тоже пытался их найти. Но гибло это дело. Сам видишь. Без тех, кто те места хорошо знает, найти там можно только травмы и разочарования. Как мудро. О, повысилась репутация. Нам дали золото. Золото. Нанимать можем кого-нибудь здесь интересного. Вот, дровосеркера можно нанять. Он у нас редкий. Так, семь с половиной. А, ну вот. Здоровье 115. У этого 120. Семь с половиной. А смысл есть. Увеличивает скорость своей атаки в зависимости от потерянного здоровья. С шансом 20% принимает удар по союзнику на себя. Ну, не знаю. Смысл есть или нет. Брать дровосеркера. Идем слепошарова. Хорошо. Ну, и тут 4 дровосека. Я думаю, проблем быть в целом не должно. Еще рыба. Смотрим, что у нас здесь. Ну, тут, собственно, слепошары. Поторговать. Руда, спрос на доски у них спрос. 10 досок. Рыбу я продам. Смысла нет ее с собой таскать. Короче, здесь ничего интересного, по сути. Итого. Мы были, получается, грубо говоря, во всех поселениях. Да, понятно, квесты не повыполняли. Вот этот квест брат за брата не выполнили. Потом вот еще поговорить с Дун-Дун надо. Варвары принцесса я не выполнил. Но в целом посетили все города. Жду, когда игра выйдет в релиз. Тут будет поинтересней намного. Я думаю, очень много будет зон для путешествий. На этом все. Вот такая получилась серия. Особо ничего не добились за эту серию. Но просто посетили все поселения. Посмотрели. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok